Порыв души поистине велик. Скажите, кто здесь зажигает звезды? Как сообщает ряд информационных изданий со ссылкой на конкретный источник, причиной осложнения со здоровьем мог стать казанский визит Михаила Борисова, в котором он принимал участие на суперфинале фестиваля, награждал победителей, презентовал генеральному продюсеру фестиваля Дмитрию Туманову картину в честь 20-летия фестиваля и прочитал стихи своего сына, продюсера и режиссера Вениамина Борисова о рыцарстве в искусстве. Теперь можно сказать, что это было и своего рода художественным завещанием мэтра и педагога, который обучал татарстанских талантов. За время творческих контактов ГИТИСа и фестиваля здесь прошло обучение более 100 человек из Казани и районов республики. Тот же интернет-источник, упоминающий Казань как квинтэссенцию плохого самочувствия мэтра, описывает и визит Борисова в Институт культуры, где он читал лекцию на театральном факультете. Так выглядели эти мгновения, когда после выступления было сделано совместное фото. По словам очевидцев, в зале было весьма холодно и ветрено. И еще один нюанс по достоверным источникам. Михаил Борисов сдавал анализы на коронавирус в одной из частных клиник Казани. Врач, принимающий московского гостя, отметил усталый вид и слабость педагога. Результат, который был получен 19 сентября, отрицательный. Понятно, что мы не можем нарушать профессиональную этику и опубликовать врачебные подтверждения и письменный документ, удостоверяющий отсутствие инфекции. Я планирую в этом году поступать в ГИТИС на артиста эстрады. О том, что произошло в Москве после возвращения из Казани, можно найти на любом интернет-портале. Скажем, что фестиваль потерял весьма авторитетного педагога и наставника российско-театрального искусства, режиссера, который переживал за судьбы русских театров и развал большой творческой системы. Если органы руководства культуры при советской власти занимали позицию сдерживания всего нового и передовой литературы, и передовых форм театральных, то сейчас органы культуры просто с какой-то невероятной ретивостью поддерживают все подряд. А театральное время сегодня все-таки смутное. Дмитрий Пиаваров, телеканал «Эфир». Санкционная революция, которая...